Солярий Леди, джетельмены, дамы и господа, приветствую вас. Меня зовут Даниил. В этом выпуске сравнительный срез времени от Древнего Рима до наших дней. Впервые использовать солярий начали в Древнем Риме. Слово солярий – это солнечный воздух, означало место для приема солнечных ванн, которое располагалось обычно на крыше домов. Такие солнечные ванны были доступны только очень богатым людям, в Моде тогда была чистая и белая кожа, и римлянки богатые, кроме использования пудры, румян и белил, использовали молочные продукты. Также купались в молоке ослиц. Для того, чтобы молоко было всегда свежее, рабы в путешествии гнали с собой стада ослиц. В Древнем Египте был изобретен первый скраб – смесь мелко измельченной алебастровой пудры и меда. Также для очищения, омолаживания и восстановления кожи использовались разные глины, грязи, растительные бальзамы, масла, смеси из овощей и фруктов, кислое молоко, пиво и водные гигиенические процедуры. Сегодня в косметических салонах это тоже все используется в сочетании с современными высокотехнологичными разработками. Но чтобы быть современными и чувствовать ритм жизни в любом возрасте, необходимо просто сделать свой образ ярким, выразительным и креативным. Правильно комбинируя бижутерию, яркие цвета одежды, декор и макияж. В моде спокойно сдержанный макияж, глаз и губы с помадой разного цвета. Главное подобрать помаду в тон одежды или наоборот. А вообще в моде нет границ, все зависит от вашего настроения и фантазии. Подписывайтесь на мой канал и вы узнаете, какие прически были в феодальной Японии и зачем в дреннем Китае мужчины заплетали косы. Ну а на сайте нашей команды вы больше узнаете о новинках в бестселлерах, ближе познакомитесь с бизнес-системой компании и как можно получить свой первый дополнительный заработок. Всем удачи, до новых встреч в Уфире!